Впервые, приехав в Китай, меня удивило то, сколько стариков занимается спортом. Кто-то танцует, кто-то ходит в зал, а кто-то в свои 80 с лишним лет крутит подъем переворотом на турнике. Поэтому, с первого взгляда, мне Китай показался весьма спортивным. Но прожив здесь вот уже два года, могу сказать, что это лишь отчасти. Сегодня мы с вами поговорим о здешних залах и спортсменах. И, кстати, если вам интересны мои личные тренировки, или же вам хочется узнать больше о моей жизни в Китае, переходите на мой второй проект по ссылке в описании. Там подобных видео будет довольно много. Ну, а мы начинаем. В тренажерный зал я начал ходить практически сразу, как приехал. В глаза сразу же бросилось огромное изобилие кардиотренажеров. Китайцы просто обожают это дело, и их кардио выглядит довольно весело. А вот с рамами для приседаний здесь очень туго. Как и у нас в стране, китайцы не особо-то и тренируют ноги. То ли потому, что они генетически довольно сильно развитые, то ли просто потому, что бицепс качать легче. Ну да ладно. Поговорим о самих спортсменах. За все время моих тренировок всего пару раз я встречал действительно хороших атлетов. Зачастую это либо просто надутые индюки, сидящие на фарме. Либо же зеваки, которые одной рукой клацают телефон, а другой качают бицепс. Или же девушки, делающие не менее странные вещи. Вообще из-за того, что телефон в Китае это первый по значимости атрибут, ведь им вы оплачиваете проезды на автобусах и метро, им вы платите за еду и отели, им же можете арендовать машину и велосипед, и при помощи телефона вы общаетесь с другими людьми. Собственно из-за этого телефон китайцы не выпускают из рук всю тренировку. И поэтому вся их тренировка выглядит как переписка с друзьями, в перерывах между которой они что-то там качают, а не наоборот. Тренера здесь тоже выглядят весьма печально. Однажды на моих глазах одного из них придавило штангой, и мне пришлось спасать его, ведь все остальные просто смотрели, как бедняга со скрипом пытается выползти из-под грифа. Не знаю, может в дорогих залах ситуация, конечно, и другая, но те места, которые доводилось видеть мне, очень страдают от недостатка хороших тренеров. Что касается самих залов, то они обычные. Все направлено больше на бизнес, чем на реальные результаты. В рекламных объявлениях китайцы обещают пресс за 3 месяца, а на деле занимаются какой-то ерундой. За питанием большинство китайцев также следит довольно редко. Сухих бодибилдеров я вообще ни разу не встречал. Чаще всего это либо дрыщи, либо залитые водой и жирком качки. В самих залах довольно душно и не то чтобы грязно, но создается ощущение, что все разбросано где попало, ведь у них не принято полностью разбирать за собой снаряды. Особенно это касается девушек, занимающихся под присмотром вышеописанных тренеров. Они и вовсе считают, что им все вокруг должны и на тренировке им нужен максимальный уровень комфорта. Конечно же, все, что я описал, это лично мои субъективные ощущения. И правды ради мне все же попадались грамотные ребята с весьма неплохими результатами и девушки, которые впахивали похлеще мужиков. Но это, конечно же, исключение из правил. В 99% случаев все именно так я описал. Что касается людей, то их тут, конечно же, весьма много. Особенно в каких-то особо популярных местах для туристов, типа Гонконга. Но если брать Пекин и мой район, в котором я живу, то ситуация сильно отличается. В моем зале порой вообще никого нет. Я даже не могу поверить в тот факт, что это Китай. А в плохую погоду так вообще занимаюсь лишь я один, и зал полностью пустой. Что ж, вот какие-то такие наблюдения я сделал за то время, которое живу здесь. Кстати, если вы тоже живете в Китае, пишите в комментариях свои личные ощущения от здешних залов. Будет интересно узнать, отличается ли ситуация в зависимости от города и места жительства. Ну а на этом все, друзья. Жмите колокольчик, если хотите увидеть больше подобных выпусков. А также напоминаю, что подобные выпуски будут выходить также и на моем втором канале. Ну а на этом все. Хорошего настроения и до скорых встреч!